Что не делается, все будет сломано. По крайней мере это показывает практика последних лет. У нас в Ивановской области идет обновление многих общественных пространств. В малых городах нашего края появляются и новые места для отдыха. Но почему-то благоустройство приходится не по вкусу некоторым жителям региона. Бараны! В Тожевичуге вандалы тоже постарались. Сразу после открытия парка Ногинский, на обновление которого затратили более 30 миллионов рублей, уже испортили 4 фонаря. Любопытно, что одно из нападений даже попало на камеру видеонаблюдения. В чем же причина такого варварского отношения? Может у нас ментализет такой? Наверное тогда и благоустройство нам нужно антивандальное. Кстати, подобный опыт у нас есть. В том же Юревце установили антивандальные скамейки и фонари. Кирпичные пеньки нашествия хулиганов пережили, а вот фонари как-то не очень. Освещение на набережной пришлось восстанавливать. Вероятно, придется восстанавливать и детскую площадку в микрорайоне Московский. Объект еще до открытия под присмотром родителей уже успели опробовать дети. И не важно, что резиновое покрытие еще не застыло, а качели только-только установили. К слову про Московский, его давно облюбовали хулиганы. То настил проломят, то спортивное оборудование поломают. В общем, беды не оставляют микрорайон. А суммарный ущерб от варварских действий оценивается в сотни тысяч рублей. Собственно, на обустройство спортивной площадки в Московском было выделено около ста миллионов. Куда лучше потратить эти деньги, вы и сами знаете. Как показывают исследования, размах вандализма, как и уровень преступности, напрямую зависит от уровня образования. Впрочем, в районах действительно с досугом все печально. Доступные секции, кружки, бассейны – это не про наши муниципалитеты. Конечно, редкие исключения есть, но в основном скрепы выглядят так. Это не храм, это то, что от него осталось – Аньковский дом культуры. Но и клуб там закрылся, рухнул потолок. Причем давно. Так развлекается молодежь, как может. Стоит добавить, что условия жизни во многих селах совсем не соответствуют 21 веку. Нет газа, централизованного водоснабжения, канализации. Хочется порой спросить, как тебе такое, Илон Маск? Возможно, поэтому в глазах местных жителей многомиллионное благоустройство выглядит чем-то чужеродным. Может, от того душа вандала и стремится уравнять этот дисбаланс между суровой реальностью и фантастическими проектами.